Работа началась. Теперь нужно передвигаться и отпиливать вот здесь. Сохранить вот этот вот брус. Потом потом отпиливать вот здесь и так далее. Вот смотрите, 13,2. 13,2. Я вам сейчас покажу, чтобы было понятно. И нам нужно еще прибавить к этому размеру высоту этого бруса. Получилось 28,2. Вроде понятно, да? Теперь мне нужно, вот смотрите, 28,2, чтобы вот этот луч попал вот на эту цифру. 28,2. Ну, вроде понятно, да? 28,2. Мне нужно вот здесь очертить. Вот она черточка. И очертить вот на этой стене с той стороны, чем я и буду заниматься. Здесь есть такая маленькая лесенка. Кто-то сделал просто шикарно. Вспоминаю этого человека. Леса кто-то сделал просто хорошие. Не было бы этих лесов, мне бы пришлось. Так. Давай, сына. 28,2, да? 28,2. Вот как получается. Все. 28,2. Теперь нужно провести прямую и взять толщину вот этого бруса. Все, протягивайся. А ну давай, да. Так. Все, сына, нет. Так. Все, да? 9 метров 63,5. Вот на самой низкой точке. Это низкая точка. Я напишу. Низ 9 метров еще раз. 63 сантиметра. 9 метров 63 сантиметра. Сейчас будем проверять. Это вот эта диагональ. Вроде понятно. Вот эта диагональ. Проверяем другую сторону. Пошли, сына. Ты на ту, я на эту. Так. Ты все, да? Сейчас я тут. Ой, елки-палки. Подделка такая была. Здесь 3 метра 63. Все четко. Ой, 3 метра. 9 метров 62,5. Ну, вообще классно. Диагональ выдержанная по полной программе. Даже записывать не буду. Диагональ просто шикарная. Это мне нужно для того, чтобы пилить потолочные балки. А вот здесь доска будет. И доска должна подойти к углу. И угол должен соответствовать этой диагонали. Вроде понятно. Потому что вот эти доски, они будут пилиться именно... Вот здесь отверстие для проветривания. Если будет... Тряпочка вроде бы как холодная. Смотри. А, вот здесь твердое, да? Здесь самое-самое твердое место. А здесь уже тряпочка пошла. Ага. И вроде какая-то она эластичная. Ну, вроде бы и все. Диагонали проверили. И нам теперь нужно вот эту доску, она у нас будет пилиться. Потому что здесь самая низкая точка, здесь уже высокая точка. И нам нужно отпилить два сантиметра вот здесь. Два сантиметра. Вдоль доски до... До... Как сказать? Здесь два сантиметра, а тут в ноль. И вот такой вот клин получится доски. Ну, вроде понятно. Вот это нам нужно. И эту доску мы уже будем встать и не будем бояться, что... Надо доску либо туда, либо сюда. А от этих досок и будем брать размер этой потолочной. Потому что, как вам сказать... Потому что уже будет размер вот этой потолочной. Ну, вроде понятно. Вот что надо знать, когда диагональ... Диагональ, если будет не совпадать. А диагональ, это самое главное. Вот это вот. Центр. Ну, вроде понятно. А центр, это значит четыре стороны ската этой крыши. Для вот этого строения. Во, что я вам рассказал. Раскрыл доски. Подняли эти доски наверх. И нужно уже готовиться для того, чтобы их пилить вдоль. А пилить будем... Сейчас покажу. Пилить будем. Купили только что. И диск купили. И сразу же его вот сюда закрепили. Боксик такой толстый. Прям такой добротный. Добрее, чем вот эта вот пила. Но купил пилу для того, чтобы хоть бы дети пилили. Они отказываются моей пилой большой пилить. Потому что она до того тяжелая. Это более легкая. И вроде понятно, о чем я говорю. Выбирая вот такую электрическую диску и пилу. Выбрал именно вот такую. Хотел купить другую. Но купил именно такую. Почему? Потому что здесь площадка просто шикарная. Здесь вот этот уголок. Просто идеальный. Просто идеальный. Барашки все какие-то металлические. Вот этот крючок тоже металлический. Ну тут все металлическое. И главное вот эта площадка очень толстая. И здесь есть подъем такой. Небольшой приподъем. Чтобы движение было. Если будет, например, это есть такое в работе. Когда здесь собираются какие-то опилки или стружка. И эта стружка уже начинает тормозить. И начинаешь вот так приподнимать. А здесь это все будет под эту подошву. Ну что-то такое. Вот эти деления ни о чем не говорят. Вот эти деления тоже ни о чем не говорят. Потому что выставляешь всегда и веришь в то, что ты меряешь на доске. Всегда. Только таким вот образом. Если бы установить опорный уголок вот этот вот. Ну, вроде понятно. В общем, купили только из-за вот этой площадки. Вот этого уголка. И все, что здесь есть металлическое. И здесь такой вот упор хороший. Для шестигранника. Ну вот врать не буду. Просто вот это все. Двигатель мы не видим. Он спрятанный в кожухе. Только единственное знаем, что мощность двигателя 1200 ватт. Это очень хорошо, потому что напряжение бывает очень маленькое, слабое. И мощной болгаркой пилить это только ее испортить. А когда мощность маленькая, при слабом напряжении можно и работать вот такой вот новой болгаркой. Ну, вроде понятно. Вот здесь один упор, второй упор. То есть жесткость просто шикарная. Если бы надо установить угол 90 градусов этой площадки к этому диску, то можно отрегулировать вот этими вот, как бы крутить шестигранником. И вращается вот этот вот винт. Ну, вроде понятно. А винт вращает вот эту вот черную. Вот эту вот черную вращает. И эта черная, подымаясь, меняет угол к этой подошве. Ну, вроде понятно. И... Ну, просто замечательно, что тут говорить. Вот этого мне нравится. Вот эта вот площадка, крепление. В общем, пойдем пилить. А боксик здесь постоит. Хороший боксик. Чемодан просто шикарный. И лестницу переставили. Потому что там как-то неудобно и можно упасть в этот колодец. Если крышка будет открыта. Таким вот образом не упадем. Теперь, вот смотрите. Чтобы уложить потолочные балки. На сцену, подержи. Потолочные балки. Нам нужно, в первую очередь, выровнять верх вот этой доски. Установив таким вот образом. Отстрелять от самой низкой точки. И вот здесь сделать черточку. Вот здесь сделать черточку. И потом натянуть шнурку и отпилить вот этот клин. Выбросить. И оставить эту доску. Далее с другой стороны доску также отпилить. Потом свести эти концы с концами вот этих досок. То есть вот эту доску с этой доской. Но тут взяли доску пятидесятку. А вот здесь дюймовка. Дюймовка здесь будет прекрасно установлена. И крепить вот эти вот потолочные балки. Которые будут друг от друга на сорок сантиметров. Отдаляться и так далее и так далее. Их очень много будет. А вот здесь вот такое пространство. И вот эта доска желательно не дюймовка, а пятидесятка. Что мы и будем делать. Вот это вот сейчас нам нужно сделать. Это вот самое главное, чтобы выровнять вот эту вот плоскость. Вот эту вот плоскость выровнять. Вроде понятно. А то по размерам тут все пляшет. А если все пляшет, то и крыша тоже будет плясать. И каждую доску нужно пилить, чтобы образовалась вот этот вот каркас, скелет этой крыши. А если все сделать одного уровня, вот эту плоскость, то можно и пилить каждую доску одного размера на четыре стороны. И только прикладывать и забивать гвоздь. Это все будет крепиться автоматом. Ну вроде понятно. Вот что мы будем делать. Ну давай, сын, отстреливаем. Дай линейку. Так, линейки нет. Линейка исчезла. Пойду за линейкой. Пошел ее вон туда. Так. Будет восемь с половиной. Восемь с половиной. Восемь с половиной ровно. Пошел туда. Восемь с половиной. Здесь. Тут будет девять с половиной. Да, ровно девять с половиной. Значит восемь с половиной. Вот она. Тут один сантиметр нужно спиливать. Нужно спиливать. Так. Еще раз. Включи. Поверни. Или что. Что-то не вижу. Вижу, вижу, вижу. Восемь с половиной будет. Один сантиметр. Один сантиметр. Вот сейчас мы и будем отпиливать. Прям на месте. Эту доску вдоль. Восемь с половиной. Вот здесь один сантиметр. И наклин туда в ноль. Ну, вроде понятно. Прям на месте. Будем и пилить. Ну, вроде понятно, да? Объяснил. Смотрите. Включаю. Вилка. Совершенно новая. Сделал вот такое вот подсоединение. И даже не верится. Как она будет грязная. Это ужас. Но сейчас она такая чистая. Такая хорошая. Первое, что мне нужно сделать. Это. Вот смотрите. Вот этот диск нужно поднять. Одним пальцем. Смотрите. Раз. И поднимаю диск. Поднял. Опять. Вот смотрите. Одним пальцем делаю. А тут все железное. И регулировка делается. Натяжение. Просто свободно. Не надо ничего не откручивать. Все тут понятно. Все. Закрепил. Закрепил. И теперь буду пилить вот отсюда. Диск будет вот здесь. Черта остается. Ну и посмотрим. Как работает. И какой звук. И где нужно смотреть. Скорее всего смотреть. Это будет в ноль. А это под 45 градусов. Ну вроде понятно. И счет начинается. Вот смотрите. Счет начинается вот от этого. Один. Один. То есть. Ноль. Один. Два. Ну вроде понятно. Ноль. Один. Два. Как интересно то. Ну все равно смотрим почему то туда. Включаю. А перед включением. Здесь есть место для прохода доски. И. Кожух вот этот. Защитный. Он поднимается легко. А в той. Пиле. Там. Вообще. Первое движение. Это вообще. Сложное. Нужно обязательно. Вот здесь вот. Толкнуть. А здесь и держаться не надо. Все само пойдет. Ну посмотрим. Ну я вам скажу. Пиле. Это легкая. Дисковая. Электрическая пила. До того мне нравится. Я привык работать только с тяжелой. Но это для меня как игрушка. Вот врать не буду. Пилит. Ну пока зубья острые. Просто шикарные. До того мне нравится. Это кошмары. Вот работа с этой вот пилой. Вот с этого бруса вытащили все скобы. Чтобы можно было прострогать. Древесина. Ну это была нижняя часть. Она стала очень и очень мокрая. И строгать до белой древесины стало просто невозможно. Ну ничего. Поддается потихонечку. Выпуск ножей сделал маленький-маленький. Можно конечно побольше взять. Вот смотрите. Древесина мокрая. И уже гниль верхнюю часть. Ну вот это. Этого бруса я уже строгаю. Потому что уже загнила верхняя часть. Хотя вчера был новый. Вот смотрите. У меня есть ножичек. Для того чтобы очищать все вот эти вот скрытые места. Предварительно отключив вот эту вот вилку. Вот этой розетки. Ну вроде понятно. Но она мокрая до ужаса. Думал высохнет. Не высыхает. Ножик вот сюда. А сам дальше буду строгать. Но строгать нужно с трех сторон. Потому что этот брус постоянно будут видеть. Ну вроде понятно. Вот эту видимую часть я и строгаю. Субтитры сделал DimaTorzok . . .